Ассертивность. Ассертивное поведение. Что это такое? И почему это важно особенно в HR практике? HR всегда непросто. Они находятся как бы между двух огней. Между задачами бизнеса и потребностями людей. Им нужно быть жесткими и человечными одновременно. Вот почему ассертивное поведение так важно именно для HR. Потому что определение ассертивности звучит как уважительная настойчивость. Вот, например, сотрудник приходит к HR и просит, чтобы HR поддержал его карьерное повышение. А вы понимаете, что сотрудник не готов стать руководителем и продвинуться вверх по карьере. Как поставить границы? Или, например, руководитель кладет на стол один проект за другим. А вы понимаете, что времени не хватает. Как, опять же, поставить границы и отказать руководителю так, чтобы не испортить отношения? Или, например, звучит критика в адрес HR. Очень часто HR критикуют за то, что не тех набираете, не так обучаете, не так оплачиваете. HR очень часто бывает виноват. Как реагировать на эту ситуацию? Так, чтобы не доводить дело до конфликта и при этом не чувствовать себя виноватым и не посыпать голову пеплом. Как настоять без давления? Как увидеть, что вами манипулируют и остановить манипуляцию? Как выразить дискомфорт кому-то, включая руководителя, если что-то не нравится и нужно об этом сказать? Как противостоять тем, кто привык эмоционально продавливать свою точку зрения на встречах, освещениях? Ассертивное поведение – крайне инструментальный тренинг. Вот все, что я перечислила, отрабатывается в конкретных техниках, коммуникативных инструментариях, инструментах, в лайфхаках. Вооружившись всем этим, HR чувствует себя определенно увереннее, когда он, как я уже сказала, одновременно преследует и интересы бизнеса, и защищает человека внутри организации. Я Ольга Вяткина. В СБСД я руковожу направлением эмоциональной лидерства. Около 20 лет я занимаюсь всем тем, что связано с человеческими эмоциями и с человеческими коммуникациями, так, чтобы там не было конфликтов, и они были очень цивилизованные. Работать с HR-ами особенно интересно. Жду встречи с вами на тренинге в ближайшее время.